Увеличилась и реальная заработная плата на 3,4%. Это немного, но это увеличение в реальное выражение – за вычетом инфляции. Правда, и вот мы здесь с коллегами недавно только подводили итоги уже между собой, считали эти цифры. Правда, реальные доходы, не заработная плата, а доходы населения, реальные тоже за вычетом инфляции, выросли скромнее – на 0,5%. Это предварительный подсчет. Почему разница такая между ростом заработной платы в 3,4% и небольшим ростом реальных доходов? Напомню, что реальные доходы в них включаются, допустим, и пенсии, и пособия, и так далее. В текущем году у нас и пенсии росли, и пособия в соответствии с нашими планами и инфляционными процессами. Но они не давали нам такого серьезного прироста в общих доходах населения, как в прошлом году, когда у нас пенсии в течение года выросли на 45-47%. Я, вы знаете, прекрасно помню дискуссии того времени, и помню, как некоторые коллеги мне тогда говорили, не надо этого делать, не надо так серьезно повышать пенсии в 2010 году, лучше это делать в предвыборный год, в 2011 году. Давайте прямо скажем, что всё-таки мы с вами должны руководствоваться не внутриполитическим календарём, а правительство России в любом случае всегда должно прежде всего руководствоваться интересными гражданами. Да, конечно, ожидания другие после прошлогодних повышений, но надо, чтобы мы были честными по отношению к нашим людям. И если есть такая возможность, была такая возможность, но нужно было это и сделать. И кроме того, давайте будем иметь в виду, мы же с вами понимаем, да, может быть, политический эффект был бы повыше, чем в прошлом году, но наши люди целый год получают эти повышенные пенсии, целый год. И именно в трудное время, в 2009-2010 году нужно было поддержать тех людей, у которых небольшие скромные доходы. Мы правильно с вами сделали.